Всем привет! Ну что, моя голова готова к короне, которую мне передала Алена Долецкая. Программа у нас достаточно простая сегодня. Я читаю рассказы разной степени талантливости. Ну, гениальные и очень гениальные. Ну, какие у меня еще могут быть? Начну с очень гениального рассказа. Начинаю сразу с козырей, чтобы вы не бросили этот эфир. Те несколько человек, которые каким-то образом по ошибке сюда зашли. А, Гатик, что случилось? У меня собака, зритель все-таки как-никак. Московская горка. Рассказ, который нигде не опубликован. Я читал его один раз. Нет, ну что вру один раз? Раз пять-шесть читал уже, наверное. Тем не менее, его нет в печатном виде, а значит, он может появиться в измененном когда-то состоянии. В смысле, рассказ, а не я. Потому что пока он не опубликован, он живет. Опубликован, все. Пока не опубликован, у него может финал поменяться и так далее. Так что смотрим версию вот на сейчас. На 20 какой-то. Третья, получается, до апреля. 2020 года. Московская горка. Очень многие судьбы сложились бы иначе, если бы люди осмеливались задавать вопросы. Для того, чтобы любить зиму, особенно в детстве, нужно не так уж и много. Непромокаемый комбинезон и горка. Все. Те, кого родители обеспечили этим нехитрым, так сказать, набором, могут радоваться жизни не только летом. Если, конечно, папа с мамой готовы к морозным променадам. И тут возникают трудности. Не у всех взрослых есть вышеуказанный предмет гардероба, поэтому им делать на горке нечего. Приходится топтаться по одоле, а если совсем не повезло, то затаскивать отпрыска на вершину, потом бежать вниз и ловить нечто летящее, орущее. Пара прогулок и взрослые начинают пасовать. Нет, на горку не пойдем. Папа себя плохо чувствует. И мама. И дедушка. Да и бабушка что-то. Почему ничего не говорят? Стесняются. Стесняются сказать. Но на горку никто не пойдет. Давай лучше мы поиграем в PlayStation. Нет? Ну почему у всех дети как дети, а? Вот тебе обязательно нужно на горку? Этот стандартный речитатив стандартного отца в ответ на приглашение стандартного 5, 6, 7, 8, неважно, летнего отпрыска пойти в парк зимой, слышится по всей Москве. Ряд креативных родителей прячутся от такой повинности за буржуазными горными лыжами. Оно и понятно. Вручил ребенку инструктор и успокоился. Зимой берешь с собой в Сочи. И опять же, сдаешь бывшим спортсменам. Пьешь благостно Глинтвейн. Постишь зожно детские кадры. Многие верят. Но горка в парке это иное. Тут специалисты не наймешь и Глинтвейн не наливают чаще всего. Так что если вы видите на каком-нибудь московском холме ребенка с санками, будьте уверены, у него сознательные и трудолюбивые родители. Вописанный день на горке было всего два школьника начальных классов. Вы думаете, куда я смотрю? Текст. Это же чтение. Чтение я. Два школьника начальных классов. Один в сопровождении 43-летнего Игоря. Другой 43-летний же Ольги. Оба взрослых выглядели значительно моложе, а точнее моднее паспортных данных в силу трескучего мороза и хорошего вкуса. Алгоритм времяпровождения был предсказуемый. Дети бесконечно поднимались на возвышенность и съезжали вниз. Ольга и Игорь осуществляли надзор и в ряде случаев ловлю снарядово подножье. Занятие достаточно скучное. Надежды на то, что мальчики замерзнут или устанут, не было никакой. Хочешь, не хочешь, начнешь изучать друг друга. Красивая. Красивая, да. И сын так похож. Удивительно одно лицо. Интересно на папу бы взглянуть. Уверен, какой-нибудь великовозрастный скучный добытчик. Судя по ее прикину, добывает успешно. А вот морозить руки в парке мы не хотим, да? Не удивлюсь, если заедет за ней через час. Скорее всего водителя пришлет. И все. Спокойная такая. Ее пацан в два раза в кусты так улетел. У нее сердце в пятки ушло. Она его просто отряхнула, как щенка. И назад отправила. Вот эти нервы. Может мне с ней познакомиться? А смысл? Нет, Милф она, конечно, достойный. Но сын потом спалит отцу, что мама с дядей разговаривала. Точно разборка будет. Лучше даже не подходить. Хотя, что, разве не могут люди просто так пообщаться? Ну, выгуливаем детей. Почему бы нам не поболтать? В конце концов, отсиживаешься дома. Не удивляйся, что твоей женой кто-то заинтересуется. Хотя нет, не надо. Вдруг она мне понравится, она понравится. Я захочу ей позвонить, а я захочу. Нет, не надо. Пуховик у нее, конечно, модный. Охрененный. Это распечатка соображений Игоря. Переходим к Ольге. Какой молодец папа. Сам на морозе с сыном возится. И вот вернусь я Лешу прописочу. Устроился он, конечно. Слабая носоглотка. На мороз нельзя. Тренируй носоглотку. И все его защищать бросились, а? Надо спросить у этого отца, как у него с носоглоткой. Первый ребенок, судя по всему, так суетится. Боится, что что-нибудь с ним произойдет. Да в этом возрасте что может случиться? Они неуязвимые же, пока маленькие. Может подойти к нему? Ну, поболтаем. Лучше не надо. Его потом сын жене точно сдаст. А папа с тетей разговаривал. Ему так прилетит. Жены нынче все с ума посходили. Шаг влево, шаг влево, расстрел. Ну, а нечего мужа одного с сыном на мороз гнать? Или у нее тоже слабая носоглотка? Так проследила бы, в чем твой мужик гулять идет. У него летние ботинки, летние. Куда она смотрит? Вот об этом точно ему надо сказать. Ну, простудится. Но нет. Не надо, не надо. Разговоримся еще. А если он сюда часто ходит, тем более. Красивый, конечно, парень. Интересно, сколько ему? Поменьше, чем мне. Ну, скоро они накатаются, да? Когда же морозы-то ударят? Пока взрослые колебались, дети познакомились и начали немедленно дружить. После нескольких слов о горке перешли к обсуждению своих надсмотрщиков. А что твой папа с тобой не катается? Боится. Нет, не папа. Это старший брат. А твоя мама тоже с тобой не катается? Не, не катается. Это не мама. А кто это? Это бабушка. Бабушка? Да. А у меня бабушка старая. Ну, а у меня новая. Новая. Пойдем еще раз едем. Информация об Ольге и Игоре так взволновала детей, что они моментально ею с ними поделились. Получив разведданные, Ольга и Игорь мгновенно посмотрели друг на друга и так же синхронно начали сближаться. Все следующие реплики произносились одновременно торопливым дуэтом. Это что, правда? Что? Что вы его брат? Что вы его бабушка? Да, не может быть. Ольга первая поняла, что кто-то должен выйти из хора. Иначе беседы не сложатся. Она по-дирижерски развела руки в сторону. Так, стоп, тихо. Давайте говорить по очереди. Итак, вы его старший брат? Ну да, сводный. Папа решил немного похулиганить на старости лет. Но в парк ему ходить, как вы понимаете, лень. Вот я и тренируюсь в отцовстве. Своих пока нет. С женой разошелся так, что неизвестно, когда будут. А вы, вы, простите, как умудрились в таком юном возрасте оказаться бабушкой? Или вы вышли замуж за дедушку? С внуком уже. Так? И да, я Игорь. Я Ольга. Спасибо за комплимент. Бабушка я самая настоящая. Просто глупость, она передается по наследству. Я родила в 18. Дочка в 19. Остается рассчитывать, что Ваня будет умнее меня. Я не хочу становиться прабабушкой в 60. А что так? Станьте звездой программы. А ну-ка, прабабушки. Я смотрю, вы милосердием отличаетесь, да? Я к бабушке привыкнуть не могу. Мне кажется, для любого мужчины это звучит пугающе. Да? Буду знать, начну бояться. У меня это проблема обратная. Риск велик, что я дедушка никогда не стану. А кстати, а почему вы торчите на горке, а не дедушка? В смысле, не ваш муж? Что за патриархат такой странный? Игорь задал этот наводящий вопрос в шутливой форме. Но ждал ответа серьезного. Оля ему очень понравилась. Надо отметить, она читать умела между строк. Все-таки бабушка как-никак. Разъяснила максимально доходчиво. Тем более дети, осознав, что за ними наконец никто не следит, свалили, чтобы съехать с крутого склона, запрещенного в обычном режиме прогулки. Наш расчудесный дедушка пошел по пути вашего отца. Как вы там сказали, нахулиганил, да? На ребенка? Вот очень точное определение. Да у него дочка от новой жены, младше Вани. Ему не до горок он. На таблетках сидит. Оля, мы... То есть оба в некоторой степени жертвы возрастных хулиганов? Хотя я, кстати, очень рад брату. Да вы знаете, меня хулиганство мужа тоже порадовало. Но это долгая история. Оль, а вы не хотите после того, как мы сдадим наших детей их родителям, где-нибудь посидеть, согреться? И вы расскажете мне эту долгую историю или любую другую, любой длинной. Морозная погода всегда добавляет быстроты решениям. Хочу. Из парка они вышли вместе. Дети болтали. Игорь не сдержался, указав на них рукой. Такие деловые уже подружились. Похоже, мне придется сделать все, чтобы тебе понравиться. Иначе брат меня не простит. Оля ответила неожиданно и наповал. Слушай, ты извини, у меня специфическое чувство юмора. Я представила, как вот, знаешь, мы с тобой поженились. С подожди стой. И через какое-то время Ваню спрашивают. Ну, про твоего Стасика. Детский, откуда у тебя этот друг? А он отвечает. А его брат, муж моей бабушки. Игорь ответил соразмерно. Оля, все жестче будет. Моя бабушка спит с его братом. Оля расхохоталась. Да ради этого стоит отношения начать, а? Тебе не кажется? Просто на лица людей смотреть. На скамейке. Неподалеку от горки. Сидели двое. Шел снег, их никто не заметил. Ну что? Вуаля. Слышал? Нет, ты слышал? А ты говорил, что у меня не получится. Ну, так нечестно. Если бы не дети, они бы не познакомились. Но они бы так и стояли, смотрели друг на друга. Извини, никто не говорил, что использовать детей нельзя. Хорошо. Ты выиграл. Хорошо. Ой, погода такая хорошая. Я когда жил, я не любил зиму. А теперь все бы отдал за то, чтобы замерзнуть. У меня та же тема с дождем. Никак не могу привыкнуть стоять под ним и не чувствовать капель. И, конечно, я не знаю. Хорошо. Хорошо. Поехали. Продолжение следует...